меня зовут саша марк я чем занимаюсь я ведущий я веду мероприятия их организовываю я являюсь ведущим яхтвиков кто еще конферансье я то я еще замечательный человек хороший человек да вот ну и люблю путешествовать вот как бы так получается что у меня еще и работа совмещает с тем что я еще и путешествую но это мне нравится вот вкратце обо мне а я я люблю жизнь люблю сашку вот я начинающий блогеры и тренеры по игре мафия ну конечно тоже люблю путешествовать как касаемо тех стран в которых побывали буквально два дня назад общались с друзьями и шутили над ту тему что считается ли страна если ты просто там через бы она была транзитом считается ли что ты посетил эту страну вот но и мы так очень посмеялись над этим моментом потому что ну да много может быть и транзитов и пересадок и если ты не выходил из аэропорта ты был в этой стране или не был до считать ли ее как страну в которой ты побывал ну и пришли вы к выводу нужно что конечно нет это страна не считается ладно ну хотя бы хотя бы не знаю выехать куда-то в город даже если это будет каких-то 15-20 минут но ты должен побывать хотя бы в городе вот и поэтому наверно количество моих стран учитывая те которых я был еще не знаю в детстве и так далее правда не очень хорошо помню но в принципе помню ну наверно до 30 где-то так вот где-то 30 стран наверное ну 90 процентов это все-таки это европейские больше страны как-то меня пока еще не заносило никуда далеко судьба до азия африка америка еще только до еще у меня в проектах я думаю что мы там обязательно побываем вот так как я все-таки это связанные с моей работы но наверное любимых два формата первое это конечно же яхт вики которые мы ведем на которых мы бываем которых мы можем рассказывать часами и это тот отдых который не похож ни на один отдых который только может быть ну и мы любим и ну это оно так и совпало ира любит и я люблю что мы любим бывать в разных странах мы любим просто там бродить с рюкзачком ходить налегке общаться знакомиться кушать смотреть это вот как и такие мелочи которые в принципе наверное не как можно как можно ближе не быть там таким туристом который обошел все все развалины которые там знают да да в каком году там александр македонский что завоевал но не очень не очень это да больше хочется быть конечно но вот активным путешественником которые вот больше узнает о той стране этих местах где мы бываем мы зачастую всегда налегке нам для нас это не обременительно да понятно ты устаешь но с одной стороны если ты не хочешь уставать сиди дома и как бы полезно тем более еще и полезно для здоровья я там жил бы наверно вот но и вот это но это испания я вот но вот я туда прилетаю у меня я не знаю воздух страны я я слышу его я вот и мне очень комфортно он мне кажется таким каким-то своим я там был ну достаточно количестве мест и таких и и популярных и но мне там очень комфортно и поэтому я чувствую там себя как дома поэтому приезжаю там в эту страну почему она так у меня наверно в фаворитах она не нет ничего там сверх естественно такого и особенного но вот просто такая располагающая к себе страна поэтому наверное вот я бы поставил бы ее на первое место но все-таки мы живем тоже в любимой стране и здесь прекрасно и киев и но это шикарная поэтому я думаю что нам тоже повезло эти люди которые которые приезжают сюда я думаю что она тоже у них в фаворитах я думаю многих людей поэтому это классно и по духу мне близко франция именно их колорит жизни их образ жизни и меня очень восхищают французские женщины и ручка французенка она сама по себе она я не сторонник признаюсь честно при том что да мы любим там и комфорт и все это все классно конечно но я вот не сторонник этого пятизвездочного отдыха потому что во первых ты там ну лично я и мы мы не проводим там столько времени для того чтобы нас но и не едем туда для того чтобы наслаждаться одну не знаю лежанием в гостинице и пользоваться всеми благами что ко мне зайдет официант принесет шампанское да мы это место в принципе там где мы там где мы ночуем и ну в принципе какие-то там естественно должно быть чисто и горячая вода и все мы обсуждали этот момент и пришли к одному вот тот который местный колорит что-то автентичны и это был это был но у нас совместных путешествий это у нас был в кракове не поверите хостел это был хостел недорогой но естественно там же все одну в польше в основном эти все хостел они находятся в старых этих домах вот и многие из них даже не были там и в войну разрушены и так далее и они еще с тех с тех с тех времен и мы так ну огромные окна какая-то такая мебель винтажная и это все каждая мелочь продумана ванная вот но сделано в этом же духе как ну вот старинная ты просто сеток переносится и где-то приблизительно вот заходят да да это где-то вот 30-е годы реально ты зашел представьте что ты перенесся на машине времени 1930 год и мне всегда вот попадаются такие вот интересные люди ну как вот допустим если это самолет дата рядом со мной будет обязательно огромный мужчина такой 150 килограмм и ты в этом маленьком сиденье там или китайский особенно бизнес эти авиалинии low cost это одно место вообще нереально и вот кто будет сидеть я уже когда заходим мы в самолет я уже понимаю что скорее всего я буду сидеть вот возле этого дяденьки либо грудной младенец который принципе плачет весь самого начала то скорее всего он будет сидеть у меня за спиной и вот поэтому ну мне везет на таких вот людей ну и вот там не запомнился еще там лет не знали 5 назад я летел из крыма летел в киев и вот я его уже увидел что вот это мой клиент я уже четко понял ну я думаю ну принципе ничего страшного но думаю так для храбрости светом взял кофе взяла чуть-чуть немножечко там коньячку думаю ну как раз будет хорошо вот все точно так и есть заходим мы все он садится ничего что я не не все нормально пожалуйста он разложился на своем естественно руки на моем но нормально думаю принципе недалеко лететь все очень быстро ну и тут начинается самое интересное я вижу он весь исходит потом просто он весь мокрый я вижу он и руки трет и и грызет и что происходит ну думаю может я говорю вам вам плохо нормально все он говорит это очень боюсь летать я вот вот вам не кажется что уже ну что-то не так двигатель я говорю нет и вот ну понимаете да ты сидишь в принципе так как бы ну понимаю что ты уже и так находишься дискомфорт это человек вот и он с периодичностью вы не знаете с какой частотой случаются авиакатастрофы выше я очень боюсь летать его тот вот все время эта тема я да все будет хорошо вы пристегнись а он не может и пристегнулся нормально вот поэтому вот этот попутчик не запомнился я о нем уже много раз рассказывал и что ну как такой привет но мы прилетели долетели все было очень хорошо я его утешал но я же я конечно с удовольствием и провел бы этот час до в тишине и насладился бы полета но я час сидел этого человек который сидел на 2 на 2 сиденья я его успокаивал и подбадривал к самому так так как мы не летали на какие-то длительные расстояния кто-то у нас у нас наверное нет но те которые были там с пересадками с длительными вот конечно мы их ну да у нас было там мы летели с франции через амстердам да ну то наверное совет такой что ну если есть возможность выйти в город иди в город и проведи это время там даже если у тебя там есть четыре часа но ты все равно успеешь практически изо всех аэропортов доехать до какого-то городка или поселка прогуляться и вернуться обратно и зачастую это будет стоить ну и не будет стоить там небольших денег но чем сидеть там не знаю пять часов в аэропорту просто по времени когда мы взлетели на в первых авиалиниях и когда приземлились киви то прошло приблизительно в районе 20 часов то наверное это самый длинный ну да такой перелет вот ну а так длительных особо не было одну поэтому даже наверное что-то посоветовать что ты летишь читай и смотри кино общайся с людьми чем можно еще у себя занять ну тем более сейчас куча из авиалинии уже есть с вай-фай чекам прекрасного есть есть у меня хороший близкий друг и мы с ним летели в барселону через варшаву нас варшаве была пересадочка вот но решили мы пока если ну трасс мы в польше нужно пойти в старый город попробовать местную какую-то еду там напитки естественно надо но тоже почему нет мы летим отдыхать в барселону все классно здорово вот и мы решили думаю ну как раз время есть хорошо но что из местных напитков а я говорю я когда-то был в польше и мне понравилось говорю такая наливочка из них называется соплица такая веселая но немножко если я говорю как раз будет классно там принесли как-то еду местную вот такой резиновый ресторанчик прикольный мы пробуем эту соплицу все отлично мой друг говорит потрясающий напиток легкий бодрый все здорово давай еще возьмем бутылочку с собой как бы но потому что что в испании там я говорю ну в испании там что вино говорит нет давай возьмем вот бутылочку с собой и и будет как раз отлично не знаю можно ли рассказывать у вас такие истории в принципе что нам ну еще давай в аэропорту попробуем просто ну такой напиток зачем в принципе нам его вести с собой в испании я говорю ну хорошо попробовали мы одну бутылочку смотрю что-то он там немножко замешивался куда-то куда-то ушел приходит взял себе еще я себе еще я уже не буду наверно ведь я себе еще возьму такой шикарный напиток просто вот пью и мне так хорошо вот но короче картина уже в уже в самолет я его садил вот пошел снег самолет в этой ну жидкостью чтобы не замерзал а там чуть задержали он танцевал на этой взлетной полосе со всеми здорово все было классно естественно мы прилетели сколько там не помню лететь по моему полтора или два часа в барселона ну вот и мы прилетаем он естественно проспал весь перелет и мы с ним выходим с аэропорта и как бы идут в автобус и ехать в город и мы выходим и он говорит так ну а мы будем лететь все-таки в барселоне почему вы вышли из аэропорта обратно я говорю ну мы как бы прилетели он горит как мышцы в варшаве мы мы в варшаве поэтому весь перелет человек не запомнил и были мы на сицилии были мы на сицилии там есть такая шикарная видовая площадочка на одном из островов куда все съезжаются открывается такой живописный вид на везувий по моему не за или этно или везу и не не буду в этот самый путать людей хотя уже запутал вот и прекрасное настроение хорошие мы так съехались с ребятами на этом пирсе видовая площадочка фотографируемся музыка там все-все-все и но одного из участников ну появилось настроение как либо окунулся почему нет а там просто прозрачнейшая такая чистейшая водичка но что вулканический остров и ну просто шикарно ну и естественно человек прыгает в эту воду а как бы ну все себе занимаются своими делами он себе где-то плавает там рядышком и люди смотрят в эту воду и этот человек просто окружен я не знаю несколькими сотнями этих медуз с такими этими лепестками просто по несколько десятков метров и мы ему давай ну как бы куда-то подгребает ну а все там рыбаки стояли рыбаки в шоке но как он полез туда купаться естественно ну ну их сначала вроде как бы не было потом они появились потому что но их не было так много вот ну естественно ну пожалели достаточно сильно эти медузы ну рыбаки сразу сказали что если бы может быть человек был бы при каким-то ну какой-то там может быть либо слабое сердце то мог бы быть и несчастный случай вот ну пожалили сильно и что делать что делать если медузы пожалили как вы думаете помидоры натираешься помидорами да и чем ну вот но такие желательно чтобы но они больше сочные спелые и просто даже на глазах было видно как становилось человеку становилось лучше до кислота которая вступает в реакцию и снимает и боль и потому что она начинается такие как даже ну судороги потому что нервные окончания вот и помидоры в жизни бы не подумал бы и даже и скорее всего применял бы ваш метод я думаю что тот человек не очень бы обрадовался но еще у всех телефоны записывают потом потом бы это была очень веселая история и да что самое интересное я летел из неаполя и я проследил мне куча этих этикеток что там бьющиеся все все запаковали мне я уже увидел его уходящим вдаль по ленте что самое интересное прилетаем в киев ну его если нет ну потом как оказалось у многих из этого рейса многие вещи утеряны а его даже не погрузили там самолет как оказалось и искали где-то сколько ну да где-то искали но нашли где-то ну потому что нету его вот просто нет исчез чемодан как-то куда-то ну касаемо шары это я люблю то ира любит когда мы в амстердаме искали значит эту легендарную селедку но мы достаточно уже проголодались и не хотели перебивать аппетит но тем не менее мы заходили в каждый сырный магазинчик и пробовали сыр или там той же турции сладости пожалуйста ешьте не на самом деле но я я всегда такие практикуем и я но места такого в принципе я знаю что и у нас пойдешь на рынок и ты можешь вполне до себе покушать очень даже попробовал и фрукты попробовал кита местные деликатесы и ты можешь но но я думаю что это такой общепризнанный просто некоторые люди стесняются это делать и думают ну что я не могу да это точно не наша история но этот есть тот же вот этот вот в этом есть свой кайф того что ты ну не просто ты да ты ты понятное дело поел сыт сэкономил а с другой стороны что ты общаешься с людьми общаешься ну там ну да допустим тоже турции ты тут я не знаю турецкого на английском они разговаривают ну так в каких-то курортных местах да но так они разговаривают на турецком ты разговариваешь на хочу поесть много вот и все и вы друг друга понимаете ну это классно вот поэтому это наверное такое что когда люди думают ну все если там не знаю не дай бы что-то произошло украли деньги кошелек авиабилет до того момента пока ты сходишь посольство как минимум поесть но ты можешь либо утром дождаться рынка когда откроется там либо рыбные базарчики все равно что-то можно где-то попробовать ну обязательно потому что ты подходишь я хочу попробовать я покупатель и все они все мило делают это вне зависимости от там в курортных городах каких-то да там меньше таких мест но они все равно есть но в больших городах я думаю рынке это все существует и по крайней мере ты себя прокормить сто процентов можешь поэтому но когда люди говорят что я я все я украли я я все иди в посольство дни вреди поешь и иди в посольство да а ну по лайфхакам ну так как мы летаем все-таки такими эконом иногда на легкие да ну то все таки всегда должно быть у тебя в рюкзачке который ты везешь то ручная кладили сумочкой то вещи которые те самые первой необходимости до которые они должны быть с тобой всегда и и включая в первой необходимости мы всегда говорим что там должны быть у тебя и плавки потому что ты прилетая для того чтобы но был момент когда ты но ты летишь допустим да из киева тут не знаю весна осень прилетаешь какое-то теплое место там но там реально лето и там плюс 40 градусов и ты прилетая в джинсах и в рубашке долго там не погуляешь ты всегда можешь одеть там не знаю шорты какие-то либо плавки ты можешь там но все-таки чувствовать себя более комфортно до того момента если там опять же либо с там с багажом стоим какие-то проблемы но наверное на три дня поэтому меня всегда бутылка воды с собой всегда в любую страну я приезжаю я у меня есть вода и это одно и то же да это граница и очень много всяких бюветов каких-то то есть очень легко можно не обязательно покупая воду в три дорого и просто подойти набрать но главное что было во что у меня события которые наверное изменила и мою жизнь и в моего там какое-то мировоззрение и это компания людей друзей сообщества в онлайн с которыми я познакомился уже наверное лет шесть или семь назад и с которым мы дружим работаем благодаря которым я естественно стала работать на ну как работать это даже не нельзя работа мечты наверное как говорят потому что я и путешествую я в то же время и бываю в достаточно дорогих местах которые я возможно себе бы там подумал бы 20 раз стоит ли мне туда поехать и потратить там столько денег вот так я там бываю еще и зарабатываю но наверное вот это событие изменило и это продолжается одну в первую очередь это не ну не только там путешествие все-таки ставка на то что это люди с которыми ты знакомишься с других стран зачастую каждый ехтвик это там ну практически там от семи до двенадцати людей заранную представители разных стран на вот от семи до двенадцати стран и но ты понимаешь что ты можешь ну во первых приехать к любому из этих людей потому что ты с ними сближаешься ты с ними дружишь ты можешь вот у тебя есть но я знаю меня как минимум до десяти человек есть которым я могу поехать в нью-йорк есть в азербайджане там вообще страшно ехать туда до француз который мы познакомились по мы через rb посмотреть как это работает эта штука и мы побывали во франции познакомились с шикарным просто французом ну вот который мы он нас встретил и приезжаем домой он говорит так все ребята вот я поехал на работу я буду поздно вечером и все это мой дом ваш дом колоритная квартира французском мы в небольшом городке недалеко от ли она просто вот маленький городочек такой вот но было потрясающе мы с ним проводили он висит с работы приезжал мы с ними как бы ира готовила всякие разные вкусняшки он понял наконец-то что такое еда настоящая да что такое домашняя еда потому что ну ну он был как бы сейчас с девушкой уже на то время но у них как бы чуть по-другому это все принято все принято и готовят по другому вот и мы с ним проводили всю ночи напролет в общении потому что это понятно вот потому что но это чего людям не хватает зачастую но не только то что ты видишь а еще вот этого общения потому что я его спрашиваю слушать ты как тебе на работу ты будешь утром ну-то я просто это для меня отдушина я мы у нас работа дом работа дом и больше ничего не происходит ну в принципе дал уме как и у ну и здесь у многих людей люди просто не замечают об этом но вере не замечают это и в принципе так идет 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 и и все вот он говорит я сейчас просто я кайфую при том что мы ну я не очень хорошо разговариваю на английском он хорошо разговаривает к счастью на английском и мы очень понятно да и мы с ним разговаривали реально разных вещах не не просто там кто сегодня дежурный и какая столица великобритании мы с ним более одну и про семью и про друзей да про образ жизни это было просто потрясающе я ну естественно но мы там и близки на футбольную тему естественно мы там и куча подарков друг другу и и потом пошли мы его взяли с собой на футбол и ну просто потрясающе и ну и познакомились и у нас есть такой вот хороший такой я думаю что французский друг которого мы ждем у себя в гостях вот он тоже такой сейчас на волне того что travel за он отправился со своей девочкой тоже где-то австралия вот новой зеландии так далее вот поэтому опять же встретимся разговоров и что обсудить будет просто масса прошлом году ехтвик на французскую ривьеру о которой мы говорим и получается у нас флотилия несколько яхт и так далее и тому подобное и все яхты ушли на монако переход а мы чуть задержались и зашли еще в вели франш его раньше но не было в маршруте шикарное место конечно одно из красивейших где обязательно стоит побывать вот монако это вообще другая история вот вельфранш очень круто и мы немножко задержались и потом у нас переход тоже в монако и получается наш катабаран приходит последний а все пришли еще два часа назад ну вот мы к примеру мы все пришли в 12 мы пришли в 2 жара стоит просто нереальная где-то до 40 градусов жарко просто невозможно мы заходим в центральную марину смотрим стоят наши яхты катамараны естественно уже никого нет все ушли но мы в монако ну конечно же мы все хотели бы там побывать потому что там не за казино аквариумы эти всякие дворцы да просто ходи гуляете формула-1 но ресторанчики естественно ну просто вот благодать гуляй не хочу и мы приходим в марину думаю уже никого же нет когда по рации передают ребят подойдите на там седьмую лодку ну хорошо получается ну марина они достаточно объемные и мы остановились здесь лодка стоит в другой части марины мы уже думали как бы сейчас переоденемся и пойдем гулять по монако нет оказывается нам надо 40 градусов жары мы идем по всей марине приходим туда на лодку на лодке сидит три человека две женщины один один мужчина сидят на улице под навесиком под таким мокрый все потому что но два часа назад люди ушли то за все в городе уже гуляют они остались ребята что вы здесь делаете ну они говорят а куда идти в монако но снимая сцена куда идти ну вот из марины два выхода таких вот я говорю ну вот по этой дороге не так а дальше куда идти в монако ну да понимаете да ну вот куда идти в монако но я при том что никогда там не был но я выезжая и знаю что я туда попаду но я кроме того что меня к эта информация уже было но я себе посмотрел куда я хочу сходить да там но и и в принципе я совершенно верно ты можешь просто куда-то пойти и идти и смотреть то что у тебя вокруг происходит и вот люди сидели два часа на 40 градусной жире и потом я шокировали вопросом куда идти в монако но это было очень смешно и я и я говорю когда я там не был никогда игры ну вот выходите сюда он смотрите вертолетная площадка можете сейчас за 100 евро улететь другой город франции просто и вернуться обратно дальше что там идет парк этих роз там вообще можно не за фонтаны уточки фотографируйте статуи музеи все что угодно ну вот люди это я к тому что почему с лайфхаком связано что все таки с ты куда и куда-то едешь даже если ты не знаю в туристической группе в чем угодно все равно ну выбери себе но что ты хочешь там посмотреть это будет но ты должен перемещаться и в принципе понимать куда ты едешь хотя бы на минимальном уровне ну если едете давно какие-то там либо ну пляже я хочу там побывать я знаю там есть красивый пляж вот на нем ну стоит побывать опять же он может и не оправдать конечно надежды этот пляж но до сам момент того что ты ты хотел на нем побывать вот ты побывал класс нужно акцентировать вещи свое внимание на каких-то таких мелочах и не пытаться охватить необъятное потому что все равно за раз за два невозможно конечно нужно как-то здесь и сейчас наслаждаться там чашечкой кофе закатами рассветами просто бродяжничать по городу фотографировать и от этого кайфовать все хотят побыстрее куда-то там все увидеть все музеи все экскурсии но в итоге потом это все проходит каким как ехать на машине со скоростью 200 километров в час ничего не замечаешь замедляться и кайфовать вижу можно пользоваться опять же ты едешь на машине если ты там где-то попадаешь да ты арендуешь машину ты наслаждаешься и от быстрой езды по дороге но в принципе в ну ты должен все равно где-то останавливаться где-то ходить потому что но смотреть просто на как это пролетает мимо тебя ну тоже не 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 есть ну нам так кажется может быть кто-то считает по-другому я еду ветер тут шансон играть все это но финализируя хочется надеяться что вы не бесцельно проведете время вот потому что но мы так вкратце попытались поделиться тем что знали мы я думаю что если в принципе взять таких людей которые хотя бы даже в таком я не скажу что мы путешествуем нам 90 процентов времени но нам это нравится мы это делаем с удовольствием и мы на это тратим и деньги но в это у нас как входит статья расходов которая но в то что обязательно нужно чтобы было вот потому что только так можем видеть мир лучше шире расширять круг своих знакомств что еще мы можем делать дачу что что для тебя путешествие скажи любить жизнь любить себя любить друг друга и наслаждаться какими-то такими яркими моментами которые остаются в памяти ну вот как коллекционируйте впечатления да совершенно верно и но нам единственное что можно это сохранить все эти эмоции потому что они у нас остаются в памяти мы о них рассказываем потому что но хочется разговаривать о позитивных вещах о том что ты видел передавать это другим людям и все вот мысль такая живем здесь и сейчас ребята путешествуем с отдыха и вами